Перед вами вакуумный выключатель. Он помогает питать энергией миллионы лампочек и способен выдержать ток, как в разряде молний. Как же его делают? Вакуумный выключатель был создан, чтобы обеспечить безопасность электросетей городов, огромных заводов и даже подсветки египетских пирамид. А его производство находится в России. Создание выключателя начинается в чистой зоне завода с производства дугогасительной камеры. При аварийном отключении света в целом районе в сети возникает большая нагрузка и между контактами образуется электрическая дуга. Чтобы ее погасить, в этом керамическом корпусе не должно быть воздуха. Поэтому собранные камеры отправляют напайку в печь, внутри которой создается вакуум. Камеры будут спаиваться 12 часов при температуре 800 градусов. За это время все компоненты надежно соединятся, а внутри корпуса образуется вакуум. Чтобы убедиться в том, что камера проработает 30 лет, на этом испытательном стенде нужно проверить в ней остаточное давление, работу электрических и механических частей. Сердце выключателя проверено. Теперь надо поместить его в корпус. К вакуумной камере крепят шпильку, а на керамическую оболочку ставят силиконовую изоляцию. От внешних повреждений будет предохранять легкий и ударопрочный колпак из поликарбоната. Собранный узел надо проверить на стойкость напряжением в целых 55 тысяч вольт. Детали прошли проверку. К ним прикручивают подвижные контакты и устанавливают на основание. Для нашего выключателя понадобится три таких модуля. На них ставят металлическое основание, куда помещают электромагнитный привод. Когда на него подадут напряжение, он сдвинет контакты, и цепь внутри герметичной камеры замкнется. Так все три привода смогут работать одновременно. Теперь собранный выключатель ждет еще одна проверка. Механические испытания. Тут он совершит тысячу включений и отключений. Готовый аппарат пройдет финальные высоковольтные испытания. На него подадут напряжение, которое в 200 раз выше, чем в домашней розетке. Только после этого на него поставят крышку, проверят все соединения и разместят гарантийную наклейку. Но чтобы управлять выключателем, понадобится еще один модуль. Здесь создают блок управления. На плате печатают уникальный штрих-код. В нем содержится вся информация об установленных деталях. По трафарету станок наносит паяльную пасту. Робот аккуратно укладывает чипы согласно схеме. После их припаивают в печи при 250 градусах. Затем плату отправляют на визуальный контроль. Некоторые компоненты устанавливают вручную. Но припаивать их все равно будет автоматический комплекс. Это селективная пайка. Один из самых точных способов соединить детали. Избавиться от излишков флюса и оставшейся пасты поможет моечная машина. Она похожа на ту, что стоит у вас на кухне. Но внутри нее специальный раствор. Чтобы убедиться, что все детали платы работают, нужно провести много быстрых тестов. Этим займется робот. Его иглы проверят каждую из них. Защитить от влаги и коррозии поможет полиуретановое покрытие. Его наносят на плату и оно твердеет под ультрафиолетом. Теперь плату помещают в алюминиевый корпус. Вакуумный выключатель готов. Все упаковывают и отправляют на склад. Этот вакуумный выключатель отправится на футбольный стадион, чтобы радовать зрителей игрой любимых команд на освещенном поле.